В общем, ребятушки, продолжаем remember me всем тем, кто подошел, и всем тем, кто все еще сидит. Еще раз. Здравствуйте. Кран ждет нас. Край, кран. Ой, что-то я не хочу туда... Ой, смотри, какой кубик. Да? Просто посмотри, капельки на воде. Ну, не капельки, вернее, а разводики. От каждой капельки, просто посмотри на это. Неудивительно, что мне эта игра так лагала в свое время. О, обалдеть. Серьезно, блин, игра выглядит так, как будто бы она в 2017 вышла, честное слово. Ну, где-то текстурки, конечно, подводят, но черт, они и сейчас в некоторых играх подводят, чего уж. Так, мне нужно ли сюда, или... Так, ощущение, что мне не нужно туда. Вопрос, куда мне тогда? Да? Кран, ты будешь? А, вот, спасибо. Я-то думаю, что не так. Я один раз в случае был с ушами. Сломались наушники, подумала, что дуру, что оглохло. Знаете, как в туалете, когда сидишь, свет кто-то выключает, глаза лопнули, да? Вот в этой серии. Так, еще можно подвинуть? А, вот, ос, веслана-то я не заметила. О, Веларх, вижу, спасибо. На перерыве, ладно? Все высветится. Ну, спасибо тебе большое. На тортик чаек, 777, спасибо. Так, я сегодня просто забыла, что-то после Ведьмака включить все оповещалки. А че, а че я, парич, дай я тебя включу. Сейчас, секундочку. Сейчас, минутку. Все, все, красиво. Спасибо, Веларх, большой уже в который раз. Ну, правда, на тортик, мне кажется, это плохая идея. Мне бы как-то уменьшать объемы своих жопных масс. Поэтому, скорее, на салатик. Ну, спасибо тебе большое. Так, кран. Мы будем еще раз тебя поворачивать. А че бы, собственно, и нет. О, я сейчас помню, будет мочилово-адовое. На, опять звук, господи, за что? Игра, что с тобой не так? Край. План не сработает. Есть запасной. Я взломала систему связи, здание блокировано. Тебе придется найти капитан Трейса и украсть у него коды доступа. Осторожней, сестренка, он опасен и любит чудить. И очень опасен, вообще-то, ну ладно. Ладно, я иду. Где мне его искать? Дай мне минутку, и я определю его положение. Ну, сейчас секунду, ну ладно. Классно. Привет, Нилен. Давай с тобой сыграем в одну игру. Ты сдаешься, а я все равно в тебя стреляю. Край. Капитан Трейс. Нашел меня. Все, топи. Топи, Нилен. Я же нажимаю, ну. Что за... Нилен, ты стебешься, что ли, надо мной? Че это такое с ней происходит? Я же жму как могу. Ой, действительно. Так, давай, давай. Я надеюсь, это было последние вот эти два раза. Че это за хрень была такая? Очень странно и неприятно. Здравствуйте снова. Воу, 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 воу. Ау, 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 ау. Топи, милая. То есть, по понятию, куда бежать? А, где я? Да давай, 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 давай. И к дому бабушке идет. С корзиной полной угощений. Так, проблема, проблема, проблема. Большой... Голодный! Я рановато прыгнула. Че-то не ожидала. Вообще, я вбок прыгала, но она прыгнула наверх. Ну ладно. Ну ладно. Там вообще-то направо можно было начитать. Ну давай, давай, давай. Топи-топи-топи-топи-топи-топи-топи-топи быстрееееей! Ой, да я помню этот момент и то что меня с него очень сильно бомбило с 15 фпс, если не с 10 вы. Какие же маленькие тебе зубки Нилин! Ой, блин, где чувак в пень число? Музыка какая-то такая, да? Как будто бы это, знаете, финал, и мы бежим прям к нему, к финалу, к этому! Ну да, мы и прибежали к этому финалу. А куда там прыгать-то надо было? Знаете, как будто бы у нас на руках труп нашего друга, знаете, такая прям музыка. И вот куда мне? Там, наверное, на правой на стенку, да? Так, куда мне, куда мне? Да что ж... А, вон, там надо... Все, я поняла, я вижу, вижу, вижу. Прыгай. Да я пыталась в первый раз прыгнуть, но она полетела благополучно в пропасть. Я подумала, что, может, это потом как-то там нужно будет в обход, но... Нет, по ходу дела это нужно прыгать, но что-то в первый раз не повезло. Прыжок! Ну вот куда она летит-то? Как? Она не долетает. Что-то не то. Что-то не сходится. Скажу и вам. Я что-то не вижу вообще абсолютно. Да не долетает она, видите, слишком далеко. Посмотрите на это расстояние. Куда прыгать-то там? И справа, и слева все ломается. Что я упускаю? Вы можете что-то видеть, пока я бегу и паникую? Вот кроме вот этих стрелочек, которые впереди. Еще и музыка такая, да вообще, блин. Серьезно, а куда мне? Прыгай сюда, что ли, не знаю куда ебать. Может через справа бежать? Я пыталась через справа. Ну что-то не зашло. Видите, за стрелкой. За какой стрелкой? Той, которая впереди на перилах? Так я до тут допрыгнуть, повторюсь, не могу. Сюда я тоже никуда. Видите, только вот на тех, на дальних, которые в самом-самом... Впереди в самом, короче. Сколько раз мы тут подохнем, интересно? Может нужно перехитрить как-то, знаете, и... Бежать туда, куда мне нафиг не нужно? А, ВОЗ! Серьезная игра? Что? Я двадцать раз пыталась так сделать игра. Ты че? Что это было вообще? Ну окей, ладно. Что это? Вы... Хватит, да? Вы видели, я прыгала туда. Я туда, блин, прыгала... Двадцать тысяч раз. Больно же, мужчина, вы че. А, чёрт, там уже было, ну ладно. Ну да, прыгала как же. Так прыгала! Два раза прыгала. Я первый раз попробовала, не получилось. Думаю, ну, может че-то другое? Пробовала потом другое. Потом думала, ну нет, че-то не то. Потом опять попробовала прыгнуть, а она опять не налетела. Хе! 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 Потому что, ну, серьёзно. И только когда я попробовала сперва как-то, знаете, правее побежать, чтобы, может, он начал другие стёклышки разрушать, а потом побежала туда, оно сработало. Может, там по скрипту как-то... Может, я слишком рано прыгала и, знаете, добегала слишком быстро, и скрипт ещё не успевал включить. Что, короче, это было? Странная хрень, короче говоря. Ммм, да. И куда мне? Хе-хе! Начинается. Всегда иди за стрелкой. Так я видела эту стрелку, Гоус! Ну, чёрт возьми, ну что ж ты в самом деле? Всё я видела. Я и пыталась изначально прыгать за этой стрелкой, но она не прыгнула. Я думала, может, что-то не то. А оказалось, что всё то, просто заставка не сработала по каким-то причинам непонятным. Я тут всё делала правильно ещё с самого начала. Ничего не знаю. Не Лин, не Лин, не Лин, не Лин. Не Лин, ты понимаешь? Ну, или так, ладно. Я вот ненавижу эпизод с этим вертолетиком, честное слово. Помню, у меня с него бомбило. Синь плюс сарказм Шелдон. Да и вот не надо, кстати. Это не было похоже на сарказм. Либо это был очень хорошо прикрытый сарказм. Так, господа, идите нахрен, надоели. Мне ничего нету, печально. Яс, ну понятно. Ой, это вы, сударь. Плохо то, что видите, один, который ранит меня, а другой, два других, они со щитами. А, подожди, сейчас, сейчас. Я вспомнила, что я могу щиты ломать вот так. Не без этого, да. Не без этого, да. Ах, черт, смотри. Да блин, не в того. Не-не-не, ну я же нажимала. Ну что, что в самом деле. Не-не-не, ну я же нажимала. Ну что, что в самом деле. Здесь. Так. Мужчина. Ну что, уродица? Подожди. Ты сдохнешь, что ли, нет? Спасибо. Беги, радистка, беги. А что ему мешало меня застрелить, да, пока я дралась с этими ребятами? Любопытство, может быть, выживет или нет? А, опустите. Нарежная угроза, бла-бла-бла. Откройте двери. Черт, дайте мне враг... Ой, фпс, за что? Все-таки хреновая игра оптимизирована, очень. Здравствуйте. Не, подожди. Вот на тебе я и полечу. Ой, не туда. Боньк! Замечательно, спасибо за лечение. Вы лучший доктор на свете. Откройте дверь. Что-то звуки такие. Нилен, хватит играть с этим уродом. Если он тебя подловит... Все, хватит комментариев, спасибо. Выкради код у этого болвана и поспеши к стиле карте Уэллс. Так, у меня есть идея. Будь осторожны, сестринка, он крут. И комар сидит прямо на мониторе. Так. Да-да-да, обязательно. Это бы мог подумать. Знаменитый невинный съежилос. Ты на самом деле надеешься сбежать? Съежилос. Нилен, заметный. Так, сейчас посмотрим, куда он смотрит. Мне вот на ту ласинку, да? А получится ли? Ну да, сразу моментально. Ну да, я, конечно, понимала, что вряд ли это сработает. Но надежда, как говорится, умирает последней. Ну давай быстрее, господи. Ненавижу этого мужика. Противный. Вот мне туда, наверное, сперва, да? А потом как-то да-да-да, сверху. Вот у меня была идея, что туда, но... Надежда была, что, может, все-таки успею проскочить. Нет? Почему нет? Там же прям четенько эти самые... Противный, слушай, пипец. А вот так вот даже, да? Выстрелив турбину. А что, можно? По-моему, это не сейчас. Видишь, мне сейчас не дают. Ну сейчас перейдем туда. Может, там что появится. Тун-турун-тун-тун. Тун-турун-тун-тун. Так. А, вот урбина. Прикинь. Придурок. Так, хорошо. Как скоро меня убьет? Есть ли тут какие-то хитрожопые скрипты? Мужичок! Да лечу ли я? Шла под тропинки красная шапочка. И не сна полную корзинку. Пинделей. Короче, те вот штучки, за которые можно было зацепиться, они будут потом. Сволочная охотница. Что ты украл у меня? Самое время бежать. Сдохни! Сдохни! Не? Хе-хе-хе-хе-хе. Ладно, Кай, трейс не удел, я нашла код доступа. Нет времени праздновать, сестренка. Теперь же найти Силу Карте Уэллс и убедить ее остановить проект превращения. Вперед! Ой, блин, ненавижу этого чувака. Вот, 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 да, вот я... Вот именно это я и пыталась сделать, но рановато. Так, я уже боюсь этого света. Так, тихо, подожди. Что там где-то? У нас по факту осталось две задачи. Дойти до этой Силы, поковыряться в ее воспоминаниях, после чего выяснить кое-какую вещь, дойти до этой вещи и разобраться с этой вещью. Ну, еще часов пять. Короче. Таким темпом. Манекены, блин, они смотрят на меня, смотри. Не хочу я туда. Здесь нет ничего? Мм. Здесь не жители Новопарижа. Не в том. Сцилла. Карте Уэллс. Симрин Сиал, выпускница финансируемого Мэморайз интеллектуального инкубатора, было осуждено сделать блестящую карьеру в этой богатой транснациональной компании. После свадьбы с Шарлем Карте Уэллсом она вскоре заняла руководящий пост и продолжает управлять Мэморайз до сих пор. Симрин Сиал родилась в 2037 году в Дели. Как ее отец индиец, так и мать Эфиопка были компьютерными специалистами, работавшими в Мэморайз. Из-за сложного характера отец прозвал дочь Сциллой. Прозвище прилипло, и в какой-то момент девушка стала использовать его в качестве имени. Сцилла Сиал, следуя семейной традиции, изучала информатику в интеллектуальном инкубаторе, который основал в Дели Антуан Карте Уэллс. Вместе с отцом она отправилась в Новый Париж, куда в 2052 году был перенесен центральный офис компании. Здесь она встретилась с Шарлем Карте Уэллсом, блистательным молодым ученым, работавшим над технологией оцифровки воспоминаний. Сцилла присоединилась к его команде в качестве личного ассистента, а в 1957 году вышла за Шарля замуж. Родив первого ребенка, Сцилла оставалась ассистентом мужа до 1964 года, когда попала в тяжелую автомобильную аварию и лишилась левой ноги. После многомесячной реабилитации и физической реконструкции она вернулась в центральный офис Мэмэрэйс, а весной 1965 года вошла в исполнительный совет компании. Ровно через два года после аварии Сцилла была выбрана генеральным директором и до сих пор занимает этот пост. Немногословно и слишком занятая для светских жестов, Сцилла Карте Уэллс выглядит и является женщиной, полностью посвятившей себя работе и компании. Под ее руководством Мэмэрэйс стала наиболее известным и влиятельным экономическим узлом. Шайрон, поздравляю тебя с окончанием! Школа позади и впереди ад. Ну ладно, не будем тебя стращать раньше во время. Но вообще, школа позади это хорошая на самом деле новость. Потому что после школы все немножечко проще в плане общения с людьми. Потому что после школы все как-то резко становятся адекватными. Так, прыгай. Ну, не до конца, конечно, но становится в какой-то степени немножечко легче и проще с людьми общаться и с ровесниками. Поэтому поздравляю тебя. С другой стороны, черт его знает, сейчас дети такие взрослые. Сейчас, может, уже все совсем по-другому. В школе было беззаботнее. Самый топчик был в садике, ребят. Жрешь, играешь, спишь. Идеально. Универ хорош до первой сессии. Да. Видимо. Вот, кстати, эта башня. Эйфелева типа. Где-то вот тут и была штучка-плюшка наша. Вопрос, где? Где именно? Ну, там вот за вот эту штуку-нибудь. Трэйс только что нашпиговал. Оф, с пулями. Ну и кретин. Действительно. Вот придурок. Слушайте, гниды переделанные. Пора отрабатывать баланду. Взять ее. Да, взять. Знаете, кого мне вот эти чувачки напоминают? Вот эти вот с поводками-то. Джорджа. Просто я забыла. Только что вот помнила. Джордж Майкл же, да? Помните, у него была песенка «Фрик». И он там с такими тетками в латексе с поводками тоже прыгал. Вот, 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 вот его. Поводки очень похожи. Они как-то так двигаются. Закликиваем, короче, вродцы. Серьезно? А можно как-то поменять цельнее? Ну, не надо. Дай. Мне туда. Что-то вас многовато, братва. Вот сейчас надо было использовать эту хренатнюю, что поделать. Да, я-мое, где-то щитовик. Дай. Подожди. Не, не, не. Подожди, подожди, подожди. Пацаны, забыла ножомать. Пацаны, забыла ножомать. А-а-а. Не-не, подожди. Не-не, подожди. Подожди, я кое-что попробую. А, сыночки? Ой, блин, так миво, серьезно. Ой, блин, звук. Ну что такое игра? Ну верни звук нам. Почему это происходит, а? Как часто это будет происходить? Где мои звуки? Гадаем, когда она вернет нам звучание. Подожди, а есть вот так? А есть, подожди, а есть вот так? Мне не нравится то, что она периодически отключает звук. Что это за хрень такая? Во. Это странно просто даже. Я даже не могу представить, с чем это может быть связано. Ну, кстати, сворачивание помогает. Не-не-не-не-не-не-не. Блин, блин, блин. Ой, серьезно? Боже, с моим дружбаном помогай мне. Плохая идея, плохая, плохая Он умер? Скажи мне, что да Да Нет? Нет Так, мне очень плохо Быстрее не ринг Пипец ты долгий, слушай О нет, 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 нет О, срочно Побалуемся немного нейромантией Включай мимофон Пусть звучит поломанная память капитана Трейса Ну Можно, конечно, попробовать Но можно я сперва вот здесь вот поковыряюсь Так Лечи небо и мне, на самом деле Кстати, всех с пятилетиями канала Так у канала еще не пять лет В июле будет Что бы взять, что бы взять Зачем мне эти иксы? Мне нужен игрик Что такое прям проблема-то с ним С игриком Возьму-ка я лечение И поставлю-ка я его вот сюда Что бы прям совсем хорошо было Знаете, такая быстрая лечилка будет А, вот, кстати, смотри-ка Ну и что, и смысл Я, конечно, могу это сделать, но Мне нужен третий игрик Это регистрация Ну и что это регистрация? Канал-то начал действовать в другое время Так Ну что, мимофон Стебешься, что ли? Первый, это второй, если всех пересчитать Второй замерз, как вода Третий, при всех чувствах Четвертый бьет чечетку, как паук А, ну это восьмерка Собрав всех вместе, я смогу пройти Первый, это второй, блин Если всех пересчитать Первый, ну второй, я так понимаю, да? Если всех пересчитать Второй замерз, как вода Замерз Ну, восьмерка, это понятно При всех чувствах Это, может быть, шестерка А, подожди, а он уже мигает, да? Или мне показалось? Ну-ка, подожди Абсолют 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 Надо, короче, английский вариант слушать Где нолик? Ну, я не знаю, что там чувствую 2-6-0-8 Вот мне тоже кажется, что чувство Это шестерка Ну, сенс Сикс, ну как-то похоже Ну, и восьмерка, это, по-моему, очевидно Тоже паук Надо, короче, просто, блин, перевод Видите, да? Он в английской версии говорил То, что Абсолют Абсолют это, ну, ноль Все такое Пять чувств А, в этом плане Ну, или так Нет, да? Ну, хорошо, тогда пятерочка давай Так 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 Вот этот, ёперный Можно сбросить Ага Сброс, сброс Что-то я сразу уже, знаете Вперед Побежала Так, двойка Нолик Пятерка Е-е-е Ну, с пятеркой я только облажалась Честно говоря, что-то не пришло мне в голову Про пять чувств Так, ну что, все Здесь больше Где, кстати, моя плюшка-то Около этой вифелевой башни Типа По-моему, я уже профукала давно, да? Так Красота Вот Возвращение Главный проект Силла Картье Уэллс Липперей Перевращают в послушных рабов Найди эту стерлу и вытряси всю дурь из ее головы Почему бы не идти именно вот так? Хватит глупить, возвращайся к работе Ваши семьи защищают сабельная служба А у нас строгий график, которому нужно придерживаться Страх и разлад нам только помогают Потоп Дает нам прекрасный повод запустить проект возвращения Это показывает двузначный рост прибыли в следующем квартале Нужно Я не успеваю читать и смотреть, куда идти Так, значит, госпожа Картье Уэллс высокомерная стерва Ну, об этом мы пока же поговорим Нет, тут я не встану Тут я не пройду А если с другой стороны? Там есть спуск с другой стороны? Просто пока я читала субтитры и не обратила внимания Так, что у нас с этой стороны хорошего? Ничего, все то же самое, все так же плохо, да? Хотя вот сюда я могу встать или нет? Нет, смогла Ясно, понятно С какой стороны лучше идти, слушай? С этой стороны есть куда спрятаться, так же, как там? Что-то не похоже, если честно Бла-бла-бла Мне нравится, как Не то, что это как Нелин говорит Ее вот этот Легкий акцент, что ли Что можно, конечно, это так назвать Вот эта вот штучка мне бесит Очень сильно Стрем, 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 стрем Стрем, 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 стрем Ей Ох, сейчас будет первый поворот Сюжета Я нашла офис засранки Знаешь, эта женщина была очень мила до того, как попала в аварию Может, я сумею помочь ей забыть? Следы на теле не исчезнут Нет, лучше заставь ее взять на себя ответственность Она должна перестать ненавидеть весь мир за то, что с ней произошло Ну, приступим Внезапный поворот ждет нас Готовьтесь Филипп, приготовь список всех сотрудников, которые покинули места в нарушении моих инструкций Да, господин Что-то еще? Пока что все Вивенты Жалкие овцы Не можете терпеть даже малейший дискомфорт Вы будете мечтать о стирании травмы, как умирающая в пустыне мечтает о воде Ваше отчаяние сделает меня богатой Надо было не говорить про внезапный поворот Да ладно, я не боюсь И я никогда ничего не забываю Машина покореженная Джеффи, да, ты сильно опоздала 20 лет и 4 месяца назад Авария Ну да, успел самому сочному Ой, ненавижу эту машину Честно говоря Силла, дорогая У тебя все хорошо? Ты должна была приехать домой несколько часов назад На кольцевой ремонт Пришлось поехать через Нова Бельвель И там пробка Ты нашла Джекса? Джекс! Джекс! Да, нашла Следующий год устройством дня рождения будешь заниматься ты Она стала невыносима после того, как увидела, что я покупаю ей подарок Подари мне его сейчас, пожалуйста Я весь день провела в лаборатории Ты успела прочесть то, что я тебе отправила? Привет, папа! Мы с мамой ходили по магазинам Привет, моя маленькая умница! Обещаешь, что будешь во всем слушаться маму? Пообещаешь? Шарль, дорогая, я не думаю, что клиенты примут твою идею Вот хранение воспоминаний, мне кажется, более успешным предложением Ты представляешь, какие это возможности? Управление памятью людей Давай об этом завтра поговорим, ладно? Сейчас, мне кажется, мы с самой плохой идеей Чтобы твоя дочь забыла о своем дне рождении Хватит, Нелин Успокойся сейчас же Получишь подарок дома Маленькая тварь, да? Нелин Сядь и не шуми Дай посмотреть, Нелин Сядь на место Нелин Сядь немедленно Детский замок включен Мама просто старается тебя уберечь Никогда так больше не делай Ладно Из-за этой маленькой звезды Мама отвлеклась от дороги И случилось то, что случилось Мама Мама Нелин Мама же говорила тебе Смотри, что случилось Нелин Моя нога Это твоя вина Вот это, кстати, она Прости, мама Ну вот это, конечно С ее стороны странно Вот первое Мне кажется Что сделала бы нормальная мать Она бы Не начала бы Обвинять ребенка Потому что это все твоя вина Она бы первым делом Заботилась вопросом В порядке ли ребенок Ну как-то это странно Короче, маманя тоже Неудивительно, что у нее Такой ребенок капризный Потому что Какая мамаша Такая детятка Ладно Мотаем назад Нам нужно сделать так Чтобы Она винила Не ребенка А себя Но с другой стороны Мне кажется Это так сделали Что она ее винит Чтобы как раз таки Нам было просто нагляднее Что вот она сейчас винит ее А когда мы Перековыряем ее память Она будет винить себя Ну то есть просто Но все равно как-то Знаете, неприятненько Так, тихо Подожди назад Подстаканник Я помню, с ним можно И нужно будет Шелудить Но мы сейчас Лучше вот это сделаем Подушки безопасности Не будет Хотя Хотя нет Она не нужна Она просто погибнет Тогда Нет, это не то Нам же нужно Чтобы она не погибла А чтобы она Винила себя И по-моему Кофе это как раз То, что мне нужно Так, давай Вот как раз Она кофе не поставит На приборную панель Все выльется Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Ставить Некуда Она поставит Сейчас куда-нибудь сюда Тихо Открываем Что это? Экран включить? Нет, не вариант. Джекс. Та самая игрушка, помните, с витрины? Нелина не обратила внимания. Видите, ребенок спокойно сидит, все замечательно. Опа. Опа. По-моему, получилось. Нелин? Все хорошо. Не обращай внимания. Это именно эта милая. Нога. Мама! Мама! С первого раза. Да ладно, тут как-то, не знаю, все. Просто я отматывала назад. Если бы я отключила подушку безопасности, а потом начала бы смотреть, то было бы не с первого раза. А так все нормально. Мама! 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 О, милая. Это же не ты виновата. Нужно мне было быть более осторожной. Еще и в твой день рождения. Бедная девочка. Прости меня. И ты меня прости. Вопрос, как они до этого друг друга не нашли, с учетом того, что ее рожа висела по всему городу с подпиской об имени? Иронию судьбы, да? Глава Мэморайс отказывается забывать в худший день из своей жизни. Я забыла. Все это. Госпожа, рядом с вашим домом замечен агент террористов. Отряд уже выслан. Спасибо, Филипп. Я готова их встретить. Жизнь нас разлучила. Но ты всегда будешь моей дочерью. И я никогда не причиню тебе зла. Мама, я... Беги! На крышу! Беги! Я помню тебя скоро. Филипп. Завтра утром мы займемся новой стратегией для проекта Возрождения. А пока... Идите все домой к семьям. А ты тоже, Филипп. Слушаюсь, госпожа. Спасибо, госпожа. У меня вопрос, а как они вообще потерялись? Я что-то, наверное, забыла или что? Ну, попала она в аварию. И чё? И как так вышло, что они разделились? И вот везде висят плакаты с рожей Нелин. Подписано, что вон эрористка Нелин. Она, я думаю, смугленькая. Можно как-то провести параллель. Как бы и возраст... Что-то... Вот этот момент в игре меня очень смущает. Я дочь Силла Карти Уэллс. Я потерянная наследница династии Мем Райз. Это какая-то дикая шутка. Стоило мне нащупать почву... Хотя, может, она сама ушла. Определить какие-то цели. Как я снова оказалась посреди моря неопределенности. Да, наверное, она просто сама ушла из дома. Что за странную игру ведет Край? Могу ли я ему доверять? Он все же надеется доказать мне, что борется за справедливость. В последний раз я доверюсь ему и пойду туда, куда он окажет. Он сказал, что наиболее позорные секреты Мем Райз спрятаны под Бастилией. Это стоило оправданием для того, чтобы перемонтировать память моей матери. И я не помнила, что она у меня есть. Поджираю свое прошлое, чтобы создать лучшее будущее. Я устала бегать. Ненужные ответы. Да, наверное, после того, как мать ее винила, они, может быть, там как-то рассорились, и она просто ушла. Может быть, она и помнила про нее. Хотя как-то не стыкуется. Короче, блин, надо дойти до конца игры, потому что я что-то уже не помню ни хрена. Просто будет еще один момент, который про вот эту вот серию, историю, вернее, продлит и объяснит еще. Может быть, там что-то расскажут, потому что я реально что-то ни хрена не помню. Точно, да! Нам дадут ответ, но попозже. Все, я кое-что вспомнила. Нилин? Нилин! Я не хочу сейчас разговаривать. Неверный запрос все еще у них. Доктор Себастьян Клэй держит его под особой охраной. Нужно найти и освободить его. Давай на чистоту. Я сделаю это ради неверного запроса, а не ради твоей великой цели. Перед тобой есть лифт. На него можно спуститься под бастилию. Там ты все поймешь. Да, Нилиншка уже не хочет особо краю помогать. Он же, это же. Потому что уже надоело. Где же дрончик летал? Куда он свалил-то? А вот он. Целых два. Ну все равно странно, что маманя не могла узнать по лицу и имени дочь родную. Да? Вот так если подумать. Так, ну и что? Хоть бы имя там, я не знаю, поменяли бы ей. Ну. Это не самый приятный вариант. Но пускай так. Блин, опять ты. О, не надо видеть, убивать. Где свет? Свет, свет. Так, вопрос. Где-то тут он включается или... Или чё? Потому что иначе как-то грустненько. Я же ничего не могу сделать. Лифт приехал. Все нормально. Все, валим. Камера. Камера не надо. Да? Это, кстати, женщина, судя по всему, была. Смотри, на одежду. Ну, была. Куда они, кстати, пропадают? Ну, это, видимо, техническая условность. Нужно уж куда-то труп одевать. Тебе придется взломать по пути несколько замков. Неверного запроса. Было... Чё-то... Чё-то я не успеваю. Короче, сейчас он должен быть в хранилище его личных вещей заключенных. Где я нахожусь? Там, куда отсылают всех перспективных подопытных кроликов. Я опять здесь. Это твоя вина. Вина. Да. Что значит вина? Ну, хотя, конечно, Нелин, можно понять. Ой, это будет долго. Ладно, давайте мини-перерывчик и потом дунем дальше.